Добрый день дорогие друзья, дубль номер 2. Перед вами находится яблоня. Меня часто упрекают за видео о погоде, но я хотел бы, чтобы зафиксировалась та погода, которая была для истории, для наших, скажем так, потомков. Я так думаю, что социальные сети не отменят, на них коронавирус не действует. Чтобы это все было, однозначно. Расскажу об истории создания канала. Мой канал на ютубе был создан мною 19 июля 2017 года. До того, как канал произошел, мои дети мне подарили сенсорный телефон, в котором были функции социальных сетей, ютуб, инстаграм, ютуб, одноклассники, вконтакте, инстаграм, фейсбуке. Я очень, как примерный студент, который учился в Кемеровском государственном университете и успешно его закончил, и также закончил Кемеровский механико-технологический техникум. Я по специальности экономист, экономика и социология труда, то есть я как бы социолог, изучаю общественное мнение. Согласно этого, то есть произошло следующее. Ровно год я конспектировал канал на ютубе, то есть как бы все соцсети. Там были подсказки, как снимать, что снимать, где снимать, при каких-то заявлениях, как его быстро настроить, монетизировать, получать деньги. Но дело сейчас не в деньгах, дело в подходе. Находясь на отдыхе в Горном Алтае, случайно меня сфотографировали, и я случайно, ну буквально я как бы об этом сильно не знал, отправил. То есть я тысячу видео снял, моего лица никто не видел. Отправили в социальную сеть одноклассники. Я признателен и благодарен всем своим одноклассникам. Одноклассников у меня и друзей в социальной сети 6 тысяч человек. Я вам благодарен, респект и уважение вам. Всего самого наилучшего. Желаю всем здоровья, счастья и исполнения всех ваших желаний. В течение одной минуты, то есть 60 секунд, мою фотографию просмотрели 550 раз. Я это не вру, то есть это есть у меня определенные данные. Под этому в истории можете все проверить, как это все развивалось, как получалось. После того, как это все произошло, я вернулся в город Барнаул. Прошло определенный промежуток времени. Мой сын, приехав из Вьетнама, пожал мне руку, так как мне направили с Ютуба кнопку. И поздравили. Но было очень приятно. Было приятно то, что в социальных сетях Одноклассники меня 550 человек просмотрело. Я стал размещать свое видео в Одноклассниках. Не только в этой социальной сети, и в Фейсбуке, и в Инстаграме, ВКонтакте, и во всех социальных сетях, и, конечно же, на Ютубе. Но было приятно в том, что такая социальная сеть, как Ютуб, поздравляет своих уже партнеров. То есть я стал партнером. 10 тысяч просмотров я прошел. То есть они мне выслали кнопку. Ну, и после этого начали начислять центы. Я заработал на Ютубе 59 центов. После этого, 9 февраля 2018 года, вышло распоряжение Ютуба по видеоблогерам. И нас таких ухарей, ну, в смысле, и я в том числе, набралось 28 тысяч на планете. То есть там была большая шумиха. Все писали, все негодовали, потому что для следующей монетизации там был установлен определенный барьер. Тысячу подписчиков и 4 тысячи часов просмотра на канале, на твоем, на котором ты работаешь. Но это не главное. Главное то, что люди смотрят. Люди, как бы, ответная реакция людей в виде лайков и дизлайков. Начнем с этого в виде комментариев и все такое. Сотрудники полиции придят. То есть все нормально. Все под контролем. То есть это все происходит. Но я туда тоже свое, как бы, написал сообщение, что при всем уважении к вам, мне надо снимать художественные фильмы. Художественные фильмы. Художественные фильмы. Потому что, чтобы 4 тысячи часов просмотра люди, либо это хайповское видео, эксклюзивное, допустим, там, я не знаю, как оно, в чем выражается, в виде, там, не знаю, там, смешные видео создают, там, еще какие-то видео. Ну, то есть, такие есть антисоциальные видео с антиреспектами, респектами. То есть, такие вирусные, как называют. Но по части вирусных видео, так как вы канал мой смотрите, видите, что в двух тысячах, условно говоря, в двух тысячах видео там нет ничего такого. То есть все есть положительное. То есть, никакой, то есть, никакое, то есть, никаких там негативных моментов. То есть, я уважаю вероисповедание людей, людей как таковых. То есть, даже те, кто ставят. Единственное, у меня там одна проблема с этими дизлайкерами. То есть, я уже про них там видео специально создал, и еще буду создавать. Это люди социально неуравновешенные. Их обижали в детстве, то есть, над ними глумились в училище. Их чморили, я прям так и скажу, прям в армии. То есть, это, ну, такие негативщики, которые сидят в теплых квартирах за компьютером. Вот им делать нечего. Они лазают по социальным сетям, то есть, проверяют социальные сети. Ну, и где только возможно. Вот, кстати, социальная сеть такая, как Инстаграм. Там все положительно. Есть такая социальная сеть, то есть, там, как бы, люди лайки называются. То есть, это видеопроекторы, которые я вот стал размещать. То есть, разных людей, где кто спел. То есть, все позитивно. Вот, то есть, есть социальные сети позитивные, а есть вот такие вот люди, которые смотрят на том конце провода, грубо говоря. То есть, сидит он в теплой квартире, в теплых тапочках, там, в халатике, за компьютером, в очках, такой, не знаю, как его психологический портрет обрисовать. То есть, это убогий человек. То есть, может быть, с излишним весом, может быть, такой худой, там, еще какие-то у него проблемы. То есть, ну, как у Юрия Гальцева. Ну, вот. А хулиганов нет, а руки под пальтом, а где наш управдом? Так вот этот управдом сидит и ставит дизлайкеры. То есть, люди стараются, снимают, что-то пытаются объяснить, показать, рассказать, на самом деле, как происходит все в нашей жизни. Я не один видеоблогер. Ну, я не блогер даже. Я так просто занимаюсь этим делом ради удовольствия. Вот. Ну, то есть, они, как бы, вот это все, это пишут, выливают все. Думаю, кому-то станет хуже. Я просто еще раз им говорю, то есть, мне вот эти дизлайки не нужны. Я всех удалять буду. Последнее китайское тысяча первое предупреждение в этом последнем видео. Больше я об этом не буду говорить. И как в фильме «Револьвер», где Джейсон Степхан, известный английский актер, снимается, говорит, мне фиолетово, чтобы, кстати, вот у нас град пошел. Вот смотрите, град. Это идет град.